Здравствуйте друзья, представляю вам первый фильм, волнуюсь, когда сейчас включал запись, аж рука тряслась от волнения. Это за десятки последних лет, это первая попытка осмыслить в России и в мировой науке, осмыслить то, что случилось, и как мы, российские ученые, нет, я не ученые, российские садоводы, которые опустились до примитивизма невероятного. Все научные направления были забыты, и все это вы уже знаете из моих материалов. Сейчас попробуем вместо просто междуметий, проклятий, просто спокойно разобраться. Спокойно разобраться. Я, Железа Валерий Константинович, имели я право, имели я право на какие-то выводы, подведение итогов, имели я право выкапать из могилы и возвращать на пьедестал, на пьедестал, забытые имена. Ну, смотрите, это Сибирь. Если кто-то даже скажет, что это, ах, Южная Сибирь, на Сибири быть не перестало. Это небольшой кусочек, фрагмент, несколько лет всего моей работы. Смотрим. Это всего несколько лет. Это дает мне моральное право высказать свое мнение. И когда-то надо будет вернуть на постамент великие имена. Страшная школа, нет, не так. Борьба между двумя школами страшная на уничтожение привела к тому, что взаимного уничтожения все вернулось на такой низкий уровень. И где-то пора восстановить истину. Где-то на рубеже примерно 20-21 века вдруг внезапно вспомнили Мичурина. Забытого, похороненного, признанного. Помните, там мой спор с выпускницами Тимирязевки, с кандидатами наук. Он тоже немало шума надел этот спор. Вот. Как меня пригвозили? Меня уже. Элективная гибридизация, это уже наука. Вот так вот, друзья, уже наука. И вот, значит, возвращаемся в 19 век, перепрыгнув в 20-21 веке. Воспоминания о будущем, о будущем сибирского садовода. Вот. Почему Греля? Потому что оппоненты, отрицая друг друга, добились взаимного уничтожения, как уничтожение теории, практики. Вот что случилось. Итак, Грель Александр Кондратьевич. Вот. Немножко ознакомлю. Родился в 1829-м. В 96-м он умер. Сколько же он прожил? Так, от него, 30, 67 лет. Ой, как мало. Мне уже 71. И тот же дураку. До сих пор живой. Российская империя. Помология. Вот. Московский университет. И ученик у него даже есть. Так, ладно. Вот его портрет, видимо, может быть, даже первые фотоаппараты, а может быть, даже рисунок, портрет маслом. Помолок. Действительно, статский советник. Ну, тогда вот нашим братьям, сейчас ему никто зовут никак, у нас сейчас гениев назначают. Поэтому нам не пробиться. А тогда все-таки такие люди внушали уважение. Он мог до статского советника дорасти, занимаясь лопатой, секатором и так далее. Да, были времена. Практик и акклиматизатор. Из Википедии. Сейчас начинается самое страшное. Долго нельзя говорить. Уснете. Но я обращаюсь к самым серьезным садоводам. Это нет для обывателей. Вот. Почему? Посмотрите. На рубеже 20-21 века вспомнили Мичурина. Но как? Ах, он негодяй. Это звучало из средств масс информации в нескольких, как будто это было... Видимо, кто-то пытался реабилитировать Мичурина. Видимо, пытался. Но в ответ обрушились те, чья фамилия ненавистна по той причине, что он был вознесен до небес, хотя был таким же, как мы, с его ошибками совсем. Он никогда не скрывал ошибок. Вот одна из них. Вот. Как он считал, что это ошибка. Ах, он посмел. Одна... Цитирую я то, что печатали и говорили по центральному телевидению. Его фраза «не надо ждать милости от роды, надо их взять» привела к уничтожению сельского хозяйства России. Вот в таком роде. Мало нам было дураков, чтобы выкопать Мичурина из могилы и начать пинать его. Это было. Вот. Каждый и Грель, и Мичурин. Это, как я посмотрел, это люди, живые люди, настоящие люди. Фанатики, работяги. Они жили, работали, ошибались. И сейчас мы это будем с вами проходить, потому что впереди 21 век, впереди раскачивание климата. Там, где были засухи, будут и уже ливни, где было тепло, морозы, где была степь зарастает лесом, как наша Кребальская степь начала зарастать лесом, впервые за 100 миллионов лет. Вот что происходит. А мы не готовы. Смотрите, сейчас немножко о конкретике, потому что я живу в Сибири. Из Википедии к этому времени ошибочность теории... Ошибочность, то есть уже он считает, что это ошибка, а я считаю, что это не ошибка, я железо. В данном случае я считаю себя Мичуринцем, но на 500 процентов. А вторая 50 процентов, это то, что я не согласен вот с этим. Вот. Но пока читаем, как оно есть. Ошибочность теории климатизации по Грелю уже совершенно ясна для Мичурина. И в своей статье 1905 год, впереди еще полжизни, он писал, «Дорого этот способ обошелся многим, в том числе и мне. Пропала почти бесследно масса труда, денег и времени». Вспоминая о статье 1905 года, Мичурин писал, «Не только я сам уверовал в возможности чудес подобного рода». Внимание. Внимание. Вот они. «Уверовал в возможности, но, стараясь убедить других, написал о моем опыте акклиматизации статью». То есть, он должен был получить нечто подобное. Развонил, а потом у него все это погибло. А у меня, кстати, не погибло. Отказавшись от теории Греля. Мы к этому подойдем. И мне пришлось по-новому открывать. Я понятия не имел, кто такой Грель. Видел только один раз рисунок. И тот, я считаю, неправильный рисунок, неправильная форма кроны. Так. И больше ничего о нем не знал. И вот оно, откровение. Я последователь Греля. Но я последователь сам себя железу. Я не знал ничего. Отказавшись от теории Греля, Мичурин призывает плодоводов к новому пути. Внимание. Для того, чтобы вывести нужные сорта, необходимо обратиться к самому верному и надежному способу получения новых сортов путем посева семян, взятых от отборных плодов. Лучших сортов как своих, так и иностранного происхождения. Различие между акклиматизацией по Грелю и акклиматизацией по методу... Это Мичуринский метод. Мичурин видит в том, что в случае прививки черенков от любых сортов, мы имеем дело со старыми организмами. Видите как? А в случае развития семян из семян, организм создается заново. И здесь влияние внешней среды имеет якобы столь могущественное значение, что он направленно переделывает его на следственную природу. Вот. Он прав. Но это все равно не главный путь, я считаю. Он пишет, что выращенные таким образом растения, это Мичурин, в самые ранние стадии своего развития приспособляются и привыкают к климатическим условиям местности своей Родины. Они, так сказать, создаются под воздействием этих условий, если они не будут им страшны. Да, есть тут одно но. Если только один из двух супругов не будет супер-морозостойк, и достаточно прост, примитивен, с большим запасом прочности, но невкусный, если такого мы не имеем, то ни черта не получится. Вот. И поэтому моя сноска такая, как правило, теряет южное качество. Как правило. Вот. Я немножко отхожу в сторону. Постулат железовый. Семена используют свойства общения с внешней средой и реагируют на нее. Это уже мое. То есть, можно сказать, Мичуринское. Но у меня была своя серия опытов. Вот здесь я начал писать одну и ту же семью в Египте. Ну, а дальше своими словами. Значит, ко мне присылают эти самые семена Чернышов Валерий Петрович, ученый и мой друг из Саратова. Царство ему небесное. Но когда-то он мне прислал семена. Это, вроде бы, культурный шелкорис. Тут его дерево. Вот. Я растил-растил эти 200 семян. Осталось десять. Пять из них мужских, пять женских. И вот пять женских оказались размером. Посмотрите на ногти на моем пальце. На вот этот ноготь на мизинце. Вот такого размера. Вот. Естественно, что все, что было более культурное, оно просто у меня замерзло. Остались самые простенькие. Разброс качества был большой. По научным понятиям называется это расщепление свойств. Выжали самые прочные, самые надежные, но мелкие. Вот. Но я пошел дальше. И придумал такую вещь. Это, конечно, это кощунство, но тем не менее. Оно противоречит полностью генетике, генетикам. Тем победителям. Школа победителя генетиков. То есть одно и то же семя. Если взять, у меня же получили с размером с ноготь. А я думаю, а если бы это семя попало не в Сибирь ко мне, где девяносто процентов девяносто пять погибло. Вот. А оно это, выжившее семя. А допустим, я посадил в Египте или даже, ну пусть на Кубани. Были бы они такие? Нет. Я считаю, что они были бы, ну хотя бы вот такие. То есть одно и то же семя. Не просто уже идет отбор. А чем севернее, там попроще получается. И в конце концов остановилось. Вся это, все вот это было остановлено. Вот это вот. Все это было остановлено самой природой. Никакого ранирования не получилось. Кроме как упрощение. Кроме как отбор в сторону плодов. Ни самых крупных, ни самых вкусных. Вот это я хотел сказать. А вот то, что у меня получается одно и то же. Это совершенно новое слово. Вот. То есть речь идет не об, ни о селекции, не об отборе. А я говорю, про одно и то же семя. В разных местах. Даст разное качество. Позволит ему природа. И у меня последнее я вынужден сказать. Ой, я не подготовил именно это. Не найду сейчас фотографию. А кто видит мои вебинары. Переписку. Все. Вебинары, вебинары, вебинары. По понедельникам 16 часов. И как туда попасть на моем сайте. Вот этот сайт, где фотогалерея, да. Вот. Вот она. Вот чуть назад вернулись. Стрелку назад. Вот она гостевая книга. И здесь, пожалуйста, очередной раз будет вебинар. Вот здесь можно зарегистрироваться. Почему я так говорю? Все рассказать не могу. Потому что если я начну все рассказывать. Вот это 150, 151 вебинар, так? 151. Мне придется еще 151 вебинар. Иначе не у меня это. Поэтому я пропускаю кое-что. Возвращаемся сюда. Итак. Вот это новое слово. Это совершенно новое. Это противоречит генетике. Я люблю издеваться. Я люблю пинать. Не пинать, а как сказать-то. Покусывать так это, знаете, со своего шестика там. Как это называется там? Как это называется? Сверчок. Я на своем шестике сегодня. Но этот шестик оказался вот таким вот. Вот таким вот. Понимаете? Мой шестик оказался вот таким вот. Вот. И отсюда мое право говорить все, что думаю. Я его заработал. 37 лет. Без сна, без отдыха, без единого выходного. Подчеркиваю. Без единого выходного. Итак. Это новое слово. Про одно и то же семя. Где-то, когда-то это начнут. Вы знаете. У меня обида дикая. Впереди длинный разговор. Поэтому я остановлюсь. Эти годы между двумя воинами. Первой и второй мировой. Когда шла борьба за власть. На всех этих. Как они были. Неплановые. Чрезвычайные съезды. Восхнило. Академики. Друг против друга. Стенка на стенку. Эти самые. А те, которые отстаивали то, о чем мы сейчас говорили. Это, скорее всего, сторонники Греля и последователи Греля. И те, кто генетики, западники. Это все смешались. Куча коней, люди. Цитирую стихи. И вот это все было. А сейчас абсолютная полная тишина. Абсолютная полная тишина. Представляете, что творится? Вот. И смотрим, что получилось. Итак, биография. Сын провизора. Это вам не это. Сейчас еще раз говорю. Гениев назначают. Медицинский факультет. Медицинский. Меня-то пинают, что ты какой-то металлург, а я не какой-то металлург. Я лучший изобретатель, рационизатор города Норильска. У меня орден славы, орден трудовой славы. Я не какой-то металлург. Это я спорю с темирязицами. А на темирязицкой сайте красуется моя фотография. Там, где из пальца высосана, и вот моя фотография, и под эту фотографию, красивую фотографию. Из пальца высосана биография создания этой фотографии. Понимаете? И это на темирязькой сайте. Имею я право вот так разговаривать. Теперь имею. И когда я увидел, что Грель окончил медицинский факультет, он садовод-самоучка. Мичурин, часовых дел мастер, садовод-самоучка. Современные наши эти самые супер-садоводы. Это Боднар. Кто о нем знает из вас? А, эй, там как-то, помните, восклицание в этом, в песне. Эй, начальник, эй, начальник, ты знаешь про этого самого? Про Боднара Бориса с уникальным садом, с черешнями в Сибири. Вот. Про Латенкова. Что мы знаем про Латенкова? Зайдите на его сад, вахните. Нас иногда уже не разделяют железу Латенкова. Вот о чем. И мы все самоучки. А Латенкова тоже металлург, заслуженный металлург. А теперь, когда я узнал, что медицинский факультет кончал-то грель. Вот так вот. Ну и мы сегодня прогрели. Читаем. Вот его это. В то время можно было выдвинуться. Это сейчас мой сын лучший сад России. Ну, вы видели фотогалерею. Лучшая саженца России. Вот. Агроном. Никому нахрен не нужен. Вот. И еще назову несколько фамилий. Теперь так. Владелец и директор плодового сада в Москве. Ну, на пустом месте, может, удавалось продвинуться и сыном провизора. Преподавал в земледельческой школе Московского общества сельского хозяйства. Был директором ученого отделения Российского общества любителей садоводства. А я в Москве провел два семинара по три дня. Битком набитые залы. Съезжали со всей России из-за границы на мои семинары. Так. Присутствовал Ребри, главный редактор красивейшего журнала «Вестник садовода». А все крупнейшие остальные издания знали меня, хорошо знали. Вот. Крупнейшие на тот момент. Журналистов не прислали. Зато они прислали журналистов на международную конференцию, куда я был приглашен. Ну, видимо, для демократии, как садовод-любитель. Вот. Выступил. Во время выступления четыре раза отключали микрофон. На пятый раз меня заткнули окончательно. Время не стекло. Все было сделано специально. Под словом была специальная кнопка против таких вот эритиков. А знаете, за какие слова? За такие слова. Я железу предлагаю сделать цензуру всему тому подлому практическому садоводству, которое учит порежать деревья, делать искусственные штамбы, заливать ядом деревья абсолютно здоровые и калечить почву, уничтожать все, что можно в саду. То есть это дикая звериная технология. Стоило от нее отказаться. А дальше вы видели фотогалерию. Вот почему я это так подробно говорю. Я не знал, что у меня был предшественник. Итак, от работ Грель отталкивался в ранних опытах Мичурин. Грель выработал теорию акклиматизации плодовых деревьев, согласно которым важным является внимание подбор подвоев и привоев. То, чем я посвятил жизни. Ничего не знаю про него. Грель считал возможным приучить южные сорта к условиям севера. Это я выделил. Грель считал возможным приучить южные сорта к условиям севера путем прививки черенков от взрослых растений. Вот тут мы с ним расходимся. Но это не принципиально. К зимостойким подвоям. Теория по своему существу ламарксистская оказалась несостоятельной. А почему она несостоятельная? Вот это что? Пусть я сам до этого дошел. Где она несостоятельная? Вот, оказывается, еще в 1905 году Мичерин руководствовался. Уже было 28 лет в Тамбовской губернии заявил о климатизации растений, возможно, лишь путем посева. Никакой сорт иностранного происхождения, если он не имеет еще на родине... Читал я эту фразу? На нее ссылаются многие. Если он не имеет еще на родине способности выдерживать понижение температуры, одинаковость минимум температуры местности, где растения пересаживаются, не может о климатизироваться путем переноса растений черенков от водки. «Не следует обманывать себя ложной надеждой». Вот это все, что сказал Мичурин. Я уважаю его как невероятного практика, который столько вложил именно вот в это направление, вот это. Оно тоже интересно. Но за что меня ненавидели тогда еще несколько живых, потративших 50 лет, а может и 60, жизней на вот это вот? Так? То есть не на подвое из при войны, а на селекцию, искусственный подбор и селекцию путем искусственного пыления и так далее, выращивание основного пыления. Помните, не раз критиковал этот путь. Вот. Но это все пока никому не интересно, а мы пойдем дальше. Дело в том, что она цепляется одно за другое. Вот сейчас у меня обычно больше получаса отключается вот этот самый запись, но я ее тут же не продолжаю, а как бы подвожу черту. Вот прошло 24 минуты, а всего получается не больше 29. И мы начнем новое. Понимаете, как цепляется? Ла-марксистская теория, и мы теперь к ней немножко. Вы скажете, да что это такое? А это не я. Это и есть эволюция, эволюция мозгов, эволюция сознания, эволюция практики. Когда я... Я никогда до вот этих дней, клянусь Богом, не открывал никого, не Грелий, не Ла-марка, а вдруг раз ссылка на него. А кто ж такой? А как же они это посмотреть? И вдруг концепция пяти элементов. Это же мое родное, это же я кричал и везде, что у меня новое мировое открытие, что как-то все время забывает Железу Нобелевскую премию вручить. И вдруг... Только слова другие, мысль-то та же. Если когда-то все-таки поймут, там будут две фамилии. Ла-марк и Железу, потому что я раскрыл до конца это все. Но наше время истекает, потому что когда закончится эта запись, что получается? Откроем эту тему. И я уверен, друзья, среди вас есть люди, которым это интересно будет, потому что мы к душе вернемся. В душе человека. Видите? Пусть он так это все объяснял. Но когда в учебнике пишут, что души у человека нет, вот это страшно подло, это дает право. Нет души, нет ничего. Бога нет, веры нет. А потом в 21 веке европейские города с самолетов, с бомбардировщиков наносят удары по сербам, по русским. По-русским подчеркиваю. Русским. Разрывая на части женщин, детей, стариков. Что потом месяцами в холодных погребах, кашляя от этих самых, прятаться от бомб. 21 веке, потому что летчик знает, что нету Бога. Не придется ему отвечать за детей, разорванных на части. И слезы матерей. Не придется. Что-то я разошелся, друзья. Извините. Но мне вот это все, что я сказал, требует продолжения, требует продолжения. Вот. Я не хочу быть голословным. Будем до конца разбираться. До свидания. Вот. Прошу здесь написать того, кто будет монтировать фильм. Первая серия. А здесь в конце написать. Продолжение следует. Я не смогу остановиться. До свидания, друзья.